Девчонки, всем привет! И мальчишки тоже. Я начинаю подготовку к путешествию. Путешествую на Кипр. Лечу я 6 числа, 6 мая по 13. Лечу я самостоятельно. Я планировала с детками, но по определенным причинам я лечу без них. Я скажу просто причину, потому что начнете писать. Нику не отпустили из школы, так как мы много ездили в Египет. Она много пропустила, поэтому сейчас она заканчивает уже год. И чтобы год закончила хорошо, то, конечно же, надо, чтобы она училась. Отдемку не беру, потому что я еду в какой-то мере по работе, и он будет меня чуть-чуть отвлекать. Так бы, если бы я брала Нику, то Ника бы его занимала. И можно было бы спокойно работать, а они бы игрались, купались и так далее. А я бы приглядывала. Но из-за этого лечу сама. Лечу я с Ясно-ворд. В Инстаграм я уже сделала пост, что я являюсь амбассадором этой компании. На Шри-Ланке мне так понравилось, что когда я вернулась, я продолжала ходить на практики. Была практика огнехождения, была практика новолуния. И пообщавшись с Ясной, мне Ясно предложила сотрудничество. И я с радостью согласилась, потому что мне безумно нравится все то, чем она занимается. Она помогает людям. То есть она помогла мне, она помогает другим людям. Я же вижу, когда мы полетели на Шри-Ланку, какие все были в аэропорту и какие все летели обратно. Мы все изменились. Не буду рассказывать, как, потому что на самом деле к таким ретритам, к таким путешествиям внутрь себя надо подготовиться, то есть надо быть готовыми. Есть люди, которые понимают, что надо в жизни что-то поменять, что-то изменить. А есть люди, которых все устраивает, и им такие путешествия ни к чему. Это я вам рассказала, чтобы вы уже были в курсе, что я сменила работу. В этом видео хочу просто вам показать, рассказать свои будни, свои рабочие дни, то есть подготовку. В среду я поеду на маникюр-педикюр, потому что если ехать даже по работе на море, то, конечно же, хочется выглядеть хорошо. Покажу, что я купила, то есть что я беру с собой, наверное, что из косметики, что из одежды, если вам, конечно, такое видео интересно. Но судя по моим зрительницам, которые мне пишут комментарии, когда я где-то еду, ну, куда-то, надо говорить где, чтобы не кидать дорогу, это такая примета. Я иногда в приметы верю, иногда нет. Вот, поэтому, когда я куда-то еду, то я показываю иногда, что я беру с собой, вам это нравится. Поэтому в этом видео я тоже хочу показать. И, конечно же, буду показывать Демку и Доминику, как Доминика играет на гитаре. Вы просили, говорили, что вот, покажи, как она умеет играть на гитаре. Она, конечно, только учится, находит музыкальную школу, но у нее неплохо получается, я этому безумно рада. И Демка, болтун, просто рот не закрывается, я этому тоже очень рада, потому что его сладкий язык я готова съесть. Если такое видео вам интересно, оставайтесь со мной. Мой маленький! Ты с папой мясо жаришь, да? Да. Ух ты! Вот так, молодец, поправил. Вот так, молодец. Он сейчас тебя нажарит. Молодец, все, все. Папа вон уже качелю выставил, в стол вынесли. Мама! И самое интересное, у нас дерево, наше любимое дерево. Да, мой любимый? Мясо! Мясо! Ты будешь кушать мясо? Да! Мама! Мама, мама приехала с работы, а тут ужин. Мятя, мама, мама! Мама, мама, мама! Папа на хозяйстве, шурты на малого оде. А где мой Петя? Ага! Братик Петя. Братик Петя. Всем добра, всем добра. Счастья, счастья. Счастья, счастья. Знаешь, что страна Кипр летит? Серьезно, классно. Да, она летит всем добро нести. Счастья, счастья, добро, добро. Ну ты чего такой? Хороший. Нет, ты хороший, ты самый лучший. Мама! Пожа нас снимет. Мама! После пива? Да. Мама! Да, мой хороший? Мясо. Это мясо, да. У папы. А какое это мясо? Это говядина, свинина, баранина, курица, индюшатина? Какое мясо? Скажи, свинька. Нет, вот мясо, дядя. Мама, мясо свинья, скажи. Мясо, дядя. Мясо, скажи. Дядя. Мясо свинки. Свинка. Пеппа. Боже, не надо, чтобы Пеппу жарят. Вы чего? Вы чего? Повторяет все полностью. Не мяч, а жарим. Жарим мясо, да. Ой, вкусно. Ой, как вкусно. Я такая голодная, ребят, если бы вы знали. Я только позавтракала. Поцелуй маму. Иди поцелуй. В мячик будем играть? Да. Все, ура. Сейчас будем играть в мяч. Так, мама переоденется, хорошо? Хорошо, малыш? Сейчас возьму тебя. Скажи, папа, возьми меня на ручки. На руки. На руки, да. Сейчас. Я пришла. Ника приехала с... Где ты была? В каком-то ремонте? В Скаймоле. Ника была в Скаймоле с подружкой. И вон набрала шмоточка. Я Демку укладывала спать, поэтому еще не видела. Вот решила сразу включить камеру. Боже, я уже не хочу на это смотреть. Нет, он классно сидит в нем. Зайка, не в этом дело. Цветочки такие не люблю, розочки. А, они подходят под очки. Ну, как? Ну, симпатично. Просто, ну, лично как бы мое мнение. То есть ты умница, ты красавица. Вот. Я рада, что у тебя формируется свой стиль, свой вкус. Просто лично мое, как бы, ну, именно я. Я просто не люблю цветочки. Давай поближе мне тут покажем. Ты фотографируешь меня? Нет, я снимаю видео. Я не люблю розы именно вот в таком формате. Не знаю, у меня какая-то такая ассоциация. Не знаю. Ну, главное, чтоб тебе нравилось. Едем дальше. Очень хорошо. Растягиваться еще так классно. Ну, ты его вниз не тяни, потому что такой фасон он не должен быть. Да, он не спадет. Топик. Ну, поехали дальше. У меня вот тут ленивчик. И написано, take it slow. Типа, не спеши. Делай все медленно. Дорогая моя, ты всегда такая. Потому что ты еще, по-моему, хлеще, чем они. Поэтому я это знаю, решила взять ленивчика. Там еще были собачки. Это ты мне даешь понять, что ты ленивчик. И мама, не торопи меня, да? Да. Во всей красе она ковыла. Это уже начало будущей модели. Вы понимаете, кого я выращиваю? Как цветочек. Как цветочка выращиваю, выращиваю. Растет у меня шапоголик. Ммм, прикольно. Шикарно. Мороженки. Ой, мороженка ты моя. Это ее второй опыт. Хождение по магазинам без мамы. Первый опыт мне понравился больше, скажу откровенно. Но опыт есть опыт. Я все-таки склоняюсь к тому, что, наверное, все-таки еще надо ходить с мамой, прислушиваться к маме. Как ты считаешь? Ну, еще один я смотрю. В надежде на то, что у тебя получится? Угу. Не, ну, подожди. То, что тебе эти вещи нравятся, это как бы меня радует. Ну, я имею в виду. Милане очень понравилось. Это причем тут Милане. Я просыпаю. Никогда не ориентируйся на вкус своей подруги. Ориентируйся на свой вкус. Это всегда так делать. Тебе не надо мнения других людей. Ты должна смотреть в зеркало и понимать, эта вещь тебе подходит или не подходит. Всегда, всегда ориентируйся только на свой вкус. Или это должна быть такая подруга, от которого, ну, то есть от стиля которой ты просто в восторге. Знаешь, там, просто ты и то. Она как бы подбирает под себя, под свой тип фигуры. Например, да? Тебе можно говорить совершенно по-такому. Поэтому всегда ориентируйся только на себя. Поздравляю тебя с покупками. Мне очень нравится на самом деле. Теперь Ника меня будет разносить, да? Да. О, давай сразу. Они тут лежат. Ника все эти вещи купила где? В нью-йорке. Так это я обошла только полмагазина. Мы на вторую половину не заглядывали. У них просто деньги закончились, да? Да. Сколько ты потратила? Не говори. Не надо. Бабушка. Бабушка будет в шоке. А бабушка тебя смотрит, что тут у нас. Понятно. Химия. Так, и теперь я вам покажу, что я купила. Во-первых, я решила тоже слегка прибарахлиться. У меня на самом деле все есть из гардероба. Ничего такого особо мне не надо. Но так как это весна и скоро лето, конечно же, просто хочется чего-то новенького и яркого. Это только, ну, как бы чуть-чуть, потому что остальное заказала через интернет. Я вам покажу, если оно придет в ближайшее время, я вам покажу в этом видео. Если нет, то уже, наверное, в другом. Хотя, может быть, и в этом, потому что эти вещи я возьму с собой на кипр. Итак, сумка красная. И вот сейчас модный ремешок такой широкий. Желательно, типа, чтобы он был другого цвета. И мне, в принципе, понравилось. Смотрится именно то, что сумка яркая. Смотрится хорошо. Выделяется, то есть акцент можно надеть, можно надеть что-то очень-очень простое вообще. А эта сумка добавит образу яркости. И я дала за нее 350 гривен, 349 в магазине. Ой. Сенсей, да, не купила? Да, Сенсей. Мне понравилась фурнитура. Она выглядит очень хорошо. Вот. И видите, внутри как. То есть я изначально, не видя ценника, подумала, что это кожа. А потом поняла, что нет. Но качество, в принципе, очень даже неплохое. Посмотрим, как будет в носке. И еще, что я себе купила, это две вещи для Кипра, то есть для лета. Вот. Николь, подержи пакетик. Это шорты. Такие полосочки. Вытягивающие силуэт, потому что полоска вертикальная, то есть не горизонтальная. Вот. И, девочки, я купила размер S, хотя он сидит на мне очень даже, как бы, ну, можно сказать, свободно. Цена была 279 гривен. 288 тоже очень, в принципе, хорошая цена. И качество тоже неплохое. И последняя часть, что купила. Там были еще две вещи разные. Но мне, в принципе, ничего не надо. Я брала именно исключительно то, что действительно мне бы не хватало. Так как я занимаюсь йогой... Николь, помоги вывернуть. Так как я занимаюсь йогой, мне надо... Хотела взять. Мне надо хлопковая была такая майка, но широкая и с такими... Вот именно то, что я хотела, я и нашла. Потому что я надеваю такое, как топ, топ как лифчик, очень удобный для йоги. И сверху вот эту такую майку. Вот. Поэтому я довольна. Она очень простая. И для йоги самое оно. Так как мы едем еще в йога-отель, я посмотрела на сайте такие красивые фотографии. В общем, я в предвкушении. Тоже взяла размер S, по-моему, да, S. И цена вообще была 99 гривен. Это очень недорогой магазин. И, в принципе, с неплохим качеством. Я в этом магазине покупала довольно хорошие вещи, которые долго носила, много растирала. И они имеют... Как бы форму не теряют. Так что имейте в виду. Если что, заглядывайте. Все. Я это показала. Я еще на Шри-Ланке купила кое-какие вещи, которые тоже с собой возьму на Кипр. Я думаю, что это я когда буду собирать чемодан, я вам покажу. Я обещала вам... Так, Дема нам не дает снимать. Он заполняет пространство своей энергией. Я обещала вам показать, как Никулечка играет. Она только учится. У нее было немного занятий. Поэтому сыграй на что-нибудь. Ты признайся мне Цветки в тебе не чары Я без тебя все дни Уполни печали Ужедать лица Синего моря Где пушуют бураны Жила там девчонка С именем странным И часто бывала Она на просторе В мечтах уплывала Здесь синее море Алые паруса Алые паруса Алые паруса Паруса любви Скоро поет, кто мучится Полечу домой, как птица Полечу домой, как птица Жизнь начнется без бралов Сундуков и генералов Демобилизация Не могу удержаться Жизнь начнется без бралов Сундуков и генералов Демобилизация Молодец А вот эта последняя песня Это с моего юношества Мне было лет, наверное, 15 У нас во дворе ребята выходили с гитарами И играли разные песни Вот это была одна из них Не так вот Просто воспоминания Еще мне очень нравилась песня Группа крови на рукаве Ну, в общем, крутые такие Мои воспоминания Еще могу припев Моя девочка Она учится, она умничка Вообще, большая-большая молодец Сейчас я учу испанский романс Кстати, гитару она сама себе выбирала Нам посоветовали, но были разные цвета И как бы, ну, в принципе, разные они тоже были Но вот она выбрала эту А Дема апельсин топчет Да, Демка Вкусная апельсинка Вкусная апельсинка Давай, пойду порежу тебе Пойдем? Пойдем Что ты делаешь? Печеньку есть Печенька? Это не печенье Апельсинка Апельсинка Ты кушаешь апельсинку? Да Вкусно? А Олечка что делает? Готовит Готовит Да, а что она готовит? Окрошку 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 Да? Да А смотри, что мама тебе принесла Смотри Демушка у нас подрос Поэтому кушает Подарок Подарок, да, для тебя Кушает уже Ну, разный салат Изместинка То есть у него общий стол Поэтому Дема Новые тарелочки Да, Дем? Смотри, какие красивые Опа Кстати, заказать все можно в Инстаграм Очень сейчас удобно Многие вещи Находить через Инстаграм Так что Ой, какая красота Демушка Смотри 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 Что это? Коровка Му Это коровка Му? Это что? Тарелочки твои, да? Та-да Вот Красота такая Вот Ложечка Вилочка Стаканчик Глубокая тарелочка И Что мне нравится То, что тарелка разделяется на две части То есть сюда можно положить, например, кашу И сюда салат Ну, то есть очень удобно Дай, отдай Тебе отдать? Ну, давай Иди сюда ко мне Купила Купила Ура У Дема Теперь новые тарелочки Да, Дем? А я купила Да, и тут мама еще кое-что купила Ну, ты мама тут купила Да Да, шоколад Лекарства бабушки купила И йогурт Девчонки, я в Инстаграм уже сделала пост О том, что я уволилась со старой работы И теперь у меня новая работа И к новой работе у меня новый блокнот Хочу вам показать его поближе Твоя жизнь Пятнадцать лет И ты будешь больше жалеть о том, чего не сделал Чем о том, что сделал не так Это, кстати, мотивирующие такие штучки Короче, такой классный планер Он уже идет с карандашиком И качество Сразу вот видно качество Не знаю, мне очень-очень нравится И у меня новая работа Новый планер, новый маникюр Какая-то новая жизнь Новое ощущение И новое я Поэтому я очень-очень рада Вообще всему то, что происходит И вот решила с вами поделиться Ну, то есть сказать о том, что у меня новая работа Через планер Вот Красивенький, да? Я так люблю красивые вещи И в посылочке еще с конфетками пришло Это тоже приятно Потому что когда я увидела конфеты Я сразу увидела, то есть как Идет открытка и конфеты И тут твоя жизнь, она имоверна И увидела, когда конфеты, думаю И сладкая И жизнь сладкая В общем, класс Вот В общем, поделилась с вами своей радостью Маме, цветочки От сына и дочки Спасибо, мой маленький Дюма маме сирень подарил Как пахнет Девочки, вот чемодан Я беру свой Ой, не свой Доминикин чемодан Он такой смешной В сердечках Николичка, ну давай его ближе Ну что ты шатишь? Стой, Дема, нельзя Нельзя, нельзя Дема хочет ехать с мамой Демка, нельзя так делать Чемодан Ломается Да, честно, не будет Не только Да, мамуль Низко Низко Ну ты же всегда любила 110 Не, я люблю 110 Но сейчас для меня это низко Ну лучше пусть 110, чем 140 Нет, я говорю, лучше пусть будет 110, чем 140 Мамочка моя, мне помогает Девчонки, я свой влог заканчиваю на этом У меня давление уже сутки И поэтому я не наснимала то, что обещала Вы меня простите Я сейчас буду собирать чемодан, но снимать не буду Я вам показываю сирень, а не себя Кстати, съездила, сделала манитюр, педитюр Я не знаю, как я полечу в таком состоянии, но надо Поэтому заканчиваю свой влог Спасибо, что его посмотрели Надеюсь, что хоть что-то полезное вы из него вынесли Ну, если не вынесли, то просто такой, знаете, как Лейстайл Кусочек нашей жизни Все, всем добра, всем пока А я... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!